Всем привет, это все еще мы, и мы говорим о гражданской войне между этими на юге и теми на севере, в общем. Следующая остановка 30 декабря, все того же 62-го. Линкольн подписывает декларацию об освобождении, да не обы кого, а рабов. Причем только в штатах враждебных союзу. То есть фактически об освобождении рабов в соседнем государстве. И только там, не у себя. В конце концов наступает 63-й год, очень важный для этой войны. Для начала стоит вспомнить о том, что в Ирландии, в викторианской Англии, начинается страшный голод. И что делают ирландцы? Правильно, массово эмигрируют в штаты. И армия севера пополняется кучей новых добровольцев. Практически сходишь с корабля и получаешь винтовку и отличную синюю униформу. Мы постепенно приближаемся к кульминации этой войны. Во-первых, это, конечно, битва при Чансерлосвилле, которая продлилась аж 5 дней. С 30-го апреля по 5-е мая, соответственно, до 63-го. Самая эпичная битва для южан ever. В которой армия генерала Ли в составе 60 тысяч человек разгронила северную армию, которая превосходила их более чем в два раза по численности. 130 тысяч северян. Но было в этой бочке меда для южан и то еще ведро дегтя. Тут необходимо сказать, что упомянутый генерал Ли вовсе не был самым эпичным генералом в истории конфедерации. Что? Самым эпичным был Томас Джонатан Джексон. По прозвищу Каменная Стена. Прозвали его так, потому что в одной из первых битв войны он сначала заставил свой полк долго стоять, обороняя холм под бешеным обстрелом северян. Потом ждать, пока северяне пойдут в штыковую атаку. И не с места. Да, Хар. Подпустить их ближе, удержать своих солдат на месте, а потом со словами «Идите, убейте их и кричите как безумцы!» Ну или что-то типа того. Заставил их напасть на северян и разгромить. Собственно, солдаты были настолько впечатлены, что действительно начали, видимо, орать как фурии. И по легенде, именно так возник боевой клич Юга. Звучит он, если верить нескольким американским историческим передачам, примерно так. И, собственно, при Чансер Лосвиле этот замечательный человек, да, погиб. Причем погиб очень глупо, что вообще свойственно для великих людей. По ошибке его подстрелил дозор своих же. Стойте! В общем, он потерял руку и через неделю умер от пневмонии. И тот же Ли считал, что гибель Джексона стала одной из основных причин поражения Юга в этой войне. Ну и, наконец, Геттисберг. Трехдневная кровавая баня 63-го года. Июль. Настолько сложное и масштабное сражение, что мы не будем делать по нему отдельный выпуск. Просто вкратце сейчас пробежимся, все будет весьма поверхностно, быстренько, но вы все поймете. Переломная битва гражданской войны. Самые большие потери с обеих сторон. Самое важное событие в истории войны. Более 90 тысяч погибших северян. Более 70 тысяч погибших южан. Знаменита в первую очередь легендарной атакой Пикетта, которую до сих пор вспоминают на юге Америки. Так держать! Это была атака южан, которые бросились практически в штыковую на батарее противника на открытой местности. Как в фильме «Последний самурай» или типа того. По сохранившимся воспоминаниям одного из конфедеративных генералов, бомбардировка в центре поля битвы была самым потрясающим зрелищем за всю войну. Короче говоря, Геттисберг это Ватерло, Сталинград и Бородино войны севера и юга. До Юра битва закончилась ничьей. И более того, у северян были большие потери, чем у юга. Но! Но после Геттисберга у юга просто не осталось юнитов для активного продолжения войны. Так всегда с блицкригами, которые затягиваются. Так или иначе, после этой битвы юг начинает сдавать свои позиции. А поэтому перепрыгнем в 64-й. В феврале этого года южанами основан первый в мире концентрационный лагерь Андерсенсвиль. А спустя несколько месяцев, в июне, начинается осада Петтисберга. Которая продлится аж до марта 65-го. По праву, самый занудный конфликт севера и юга за весь ход войны. Который превратился в окопную войну. Но это когда все сидят друг напротив друга и ожидают, что кто-нибудь начнет атаковать. Примечательно осада следующим. Во-первых, именно при Петтисберге участвовало наибольшее количество черно- и красно-кожих подразделений. Так что в каком-то смысле это самое красочное. Да, сражение между севером и югом. Ну а во-вторых, надо сказать о таком примечательном случае, как мясной рейд. Когда 3000 кавалеристов южан увели прямо из-под носа противника из-за его линии целое долбанное стадо скота. 2500 голов. Это почти по одной корове на каждого кавалериста. Причем все это происходило всего в 8 километрах от главного штаба противника. Вот так вот. Ну а помните Самтер, с которого все начиналось? Штат Южная Каролина, город Чарлстон. Пока там осаждали Петтисберг, скажем о нем. Февраль 64-го года. Город блокирован с моря военным шлюпом ВМФ США Хаусатоник. 17 февраля этот шлюп тонет в течение 5 минут. А все потому, что южане впервые в истории используют подводную лодку. Выглядела она, кстати, довольно неуклюже. Плавала, впрочем, тоже, потому что первые два раза она затонула еще во время испытаний. А после успешной атаки потопленного Хаусатоника ушла на дно сама тоже. Ушла на дно и осталась на дне. А нашли ее аж в 2008. Далее большая часть происходящего представляла собой бесконечные отступления и поражения южан. Пока 2 апреля 65-го года они не эвакуировали Ричмонд, столицу Кэша. 9 апреля остатки армии Кэша капитулируют. А еще спустя месяц, 10 мая, сдается и правительство. И конфедерация по факту перестает существовать. Но не конфедераты. Они просуществовали еще месяцок. Кстати, через пару дней после капитуляции правительства произошло последнее официальное сражение. Это была битва при Ранчо Сан-Пальмиту. В которой участвовали человек 100-200 с одной стороны и примерно столько же с другой. И, кстати, юг там победил, да. Но самым последним сдавшимся считается вождь Чироки Стэн Уэйти со своим индейским подразделением. И подписал мирный договор он уже аж в июне. И вот это считается последней точкой гражданской войны. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...